Здравствуйте! С вами календарь рыболова от портала Трофей. С 9 декабря мы ожидаем приход холодного циклона, который принесет нам начало зимы. В середине недели температура опустится до отметок от минус 9-11 градусов ночью и минус 1-3 днем. Это позволит окончательно сковать льдом все водоемы, а нам открыть зимний сезон. Сезон перволёдия. Ловим окуня, судака, густеру, щуку, на блесну, зимние удочки и жерлицы. Помните, что лёд в некоторых местах ещё тонок, а рыба пуглива. Вода в это время очень прозрачна. Квозь тонкий лёд и просветлённую лунку под воду легко проникает солнечный свет, который отпугивает рыбу. Поэтому, если вы выбрали место для рыбалки, припорошенное снегом, не спешите его расчищать, чтобы лишний раз не отпугнуть трофей. Щуку и судака ловим на жерлице и снасти для ответственного объяснения. В качестве приманки используем живца. Ловля на живца будет более продуктивна, нежели на искусственные приманки. В эту неделю судака можно поймать даже там, где по открытой воде сделать это было трудно. В этот период судак на какое-то время увеличивает свой ареал обитания. А это значит, больше перемещается, активнее питается. И поймать его в это время гораздо проще. Ловить щуку по перволёдью следует на привычных местах, там, где она была по свободной воде. В первые недели перволёдья щука не покидает привычные ей места и держит со стаей мальков в заливах и гаванях. В это время щука особенно жадно хватает предлагаемую приманку. Бровки с резким перепадом рельефа дна, места впадения ручьёв и родников традиционно считаются перспективным местом для зимней ловли щуки. Именно там и стоит расставлять жерлицы и ждать улова. Пока лёд окончательно не окреп, можно ловить окуня, который сейчас держится недалеко от берега, на небольших глубинах, пол-один метр. Это сведёт опасность провалиться под лёд к минимуму. Держится он вблизи остатков подводной растительности. Ловим на мормышку, приманка-мотыль. Хотя на некоторых водоёмах окунь лучше идёт на блесну. В это время на глубоких местах можно ловить густеру и плоту. Но помните, что лёд недостаточно окреп и в лишний раз рисковать не надо. А если вы всё-таки решили, то обязательно возьмите с собой спасательные шипы. А пара сухих запасных носков никогда не помешает. Рыбалка – дело неспешное и очень важно, чтобы рыболов чувствовал себя комфортно. На первый взгляд, не сильные морозы и проступающее солнце обманчивы, ведь водоёмы изрядно продуваются со всех сторон. Одеваемся теплее. Как говорится, лучше 7 раз потеть, чем 1 раз покрыться и нет. Но не забывайте проверять лёд на прочность. Ловим судака и щупы на блесну и жерлицами, окуня и густеру зимними удочками. Приманка, мотыль и живец. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин